Закон Тора В этих книгах изложены изобильные, касающиеся всех сторон нашей жизни, нашего образа питания, как надо одеваться, как надо жениться, разводиться, как правильно выращивать, заботиться о животных. Короче, касающиеся всех сторон нашей жизни, правила, постановления, уставы, положения, инициатором которого озвучивается, указывается сам Бог. И вот впору задаться вопросом, ну почему так много? А может быть и немного, а может быть в нашем христианском житии этих правил уже гораздо меньше? А вообще, возможно, все правила эти отменены, и мы живем в мире христианском, где правил или вообще не осталось, либо их осталось штучек, может быть, 5, 7, 10 и так далее. И вот во всей этой проблематике сегодня мы в нашей мини-лекции постараемся разобраться. Ну, начнем мы с одного псалма, псалма 118-го. Основники Библии знают, что он самый большой по своему объему, насчитывает его объем два разворота целых. И в этом псалме рассказывается о том, насколько прекрасно жить, руководствуясь и покружаясь в мир божьих заповедей. Ну вот, например, стих 10-й. «Всем сердцем моим я ищу тебя» – это слова человека к Богу. «Не дай сбиться с пути твоих заповедей. Глубоко в сердце храню я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Благословен ты, Господи, научи меня твоим законам». Очень важное выражение «путь заповедей». Для Библии характерно представление о том, что мы идем, наша жизнь – это путь. Мы странствуем, мы идущие существа, мы шествующая община. Этот путь может быть двояким. Это может быть путь либо какой-то извилистый, блуждающий по болотам, по врагам, по чищобам, по дебрям, где плохо. Либо другой путь, прямой, где есть тоже испытания, но там есть ориентиры, там есть указатели, там есть маяк. И это называется на языке Библии «путь заповедей». И все, что верующему человеку хорошо бы делать в своей жизни – это узнавать эти заповеди, погружаться в их смысл, узнавать их глубинное, неприходящее значение. Ну, начнем с самого слова «заповедь». В нашем русском языке заповедь то, что заповедано. Наши прародители, наши предки, а возможно и родители, и верующие бабушки, они прожили жизни. И в этой жизни прошли ряд испытаний, касающихся того, что бывает нехорошего с человеком. Возможно, болезни, возможно, бедствия, возможно, ситуация, когда ты беспомощен, или наоборот, ситуация, когда ты могуч, у тебя есть богатство. Но вот они вынесли из этого пути какой-то набор уроков, что ли, да, каких-то выводов. И эти выводы, они совпадают, основаны на библейском учении. И вот они как бы нам говорят, они нам заповедуют, чтобы у тебя было в жизни все по-божьему правильно, вот тебе ориентиры, вот тебе стандарты, вот тебе нормы поведения, поступай, как написано в Библии. И это поэтому называется «заповедь». Однако в Ветхом Завете смысл этого слова гораздо более такой суровый, строгий. Заповеди, митцвод образовано от глагола приказывать, указывать, давать однозначное повеление тому, кто ниже тебя по статусу, по рангу, по положению. И тогда получается, что Бог дает нам эти заповеди, эти повеления, усыновления, чтобы мы, исполняя их как приказы, как указы, как божьи директивы, выражали бы в этом исполнении их свою верность самому Богу, автору этих заповедей. Заповедь – это есть то, для мировоззрения библейского, что является указом, приказом, жестким однозначным словом самого Бога. Но, видите, вот заповеди набирается очень много, да, и мы иронизируем над евреями, дескать, вот у них вот около шести сотен заповедей, касающихся всего чего угодно, даже того, как, не знаю, правильно за своей следить гигиеной. Этого тоже касается одна из заповедей, изложенных в Торе, и вот вызывает некоторое иронизирование, часто у христиан, обилие всех этих заповедей. Но, дорогие друзья, признаемся, будем честны, пред самими собой, перед окружающими, перед Богом, в мире православного человека тоже очень много заповедей, огромное изобилие заповедей. И мы буквально вот ходим в нашей церковной жизни, как будто бы плавая, да, вот как будто вот странствуя в мире божьих заповедей. Я называю это все заповеди Божьими, пока закавычивая, да, потому что, на самом деле, не все они божьи заповеди, а есть еще, как написано в Нома Завете, предания старцев, но для человека верующего все они эти правила, уставы, нормы, как будто бы коренятся, да, как будто бы исходят от самого Бога. Эти правила, как и у евреев, касаются всех сторон нашей жизни. Формы бороды, ее длины, стрижки нашей одежды, как мы совершаем богослужение, как мы вступаем в брак. Как правило, семейные жизни тоже, они все имеются в христианском предании. Некоторые из них вернятся в Ветхом Завете, другие появились позднее. Но мы тоже живем в мире, где есть огромное количество заповедей. Как же, дорогие друзья, нам к этому изобилию относиться? Ну, есть такая реакция, и она получила реализацию в истории христианских церквей под названием прецестантизма. Вот такие движения были и есть, которые считают, в этом изобилии видят угрозу, потерю какого-то фокуса. Они видят в этом изобилии правил то, что гнетет человека, как будто бы ломает его. И в чем-то они, конечно же, бывают правы. Действительно, иногда обилие всех этих правил, постановлений сравнимо с тем, что вот есть вот человек, не знаю, женщина, старушка, дедушка или подросток. И вот на его спину, на его плечи возлагается одна ноша, и вторая ноша, и третья ноша, и четвертая, и пятая, и десятая ноша. И вот так поступай, так не поступай, так делай, так не делай. И вот и однажды возникает чувство беспомощности, чувство того, что это выше твоих сил. И вот когда мы понимаем, что это выше наших сил, тогда мы встречаем евангельское слово, образ Христа, который критикует фарисеев за то, что они возлагают на людей верующих времена неудобоносимые. А сами, как будто бы пальчиком не двинут, чтобы помочь эти времена нести страдающим, испытывающим неудобства, верующим людям. Ну и также сечение апостола Павла, где он говорит о том, что все это не касается нашего спасения. Спасение не от дел, не от заповедей, это Божья инициатива. Но не будем в эту сторону углубляться. К чему я клоню? К тому, что многие церкви решили отказаться от того, чтобы считать все это изобилие Божьих заповедей чем-то важным, обязательным, являющимся ценным наследием христианского движения, традиции христианской. И признаемся, что такой путь не является совершенно уж перспективным. И когда, вот, это похоже на, знаете, похоже на, как мы ищем сердцевину луковицы. Мы как будто бы снимаем одну, вот, поверхность, лепесток, да, вот эту вот часть луковицы. О, это еще не сердцевина, а глубже что? Снимаем еще, еще, еще. И в конце концов мы встречаемся с тем, что луковица исчезла, мы ее полностью разобрали. И такая разборка христианской традиции вызывает, как будто бы, какое-то выколащивание религиозной жизни. Наверное, это путь не наш. Путь такой, чтобы отсечь, убрать в прошлое, отказаться, забыть от какого-то из сегмента того, что мы называем церковные какие-то постановления или заповеди. Это не наш путь. А какой наш путь? А вот я подумал недавно, и хочу своим поделиться своим мнением об этой проблеме. Почему у нас много заповедей, и как нам к этому относиться? Возможно, дорогие друзья, в этом выражается богатство церковной традиции. Богатство. Мы такая долгая, мы такая древняя традиция, насчитывающая традиция тысячелетия своей истории, что у нас много чего накопилось. Правила, бывшие актуальными в средневековые времена, в древние времена, в ветхозаветные эпохи. Эти правила как будто бы составляют собой какой-то архив, библиотеку. И раз у нас есть эта библиотека, мы богатая традиция. И разные верующие, мужчины или женщины, разного воспитания, разного какого-то стиля мышления, либералы, консерваторы, пожилые, подростки, как будто бы привлекают их что-то одно, какие-то одни правила, и они могут эти правила исполняя, выражать свою лояльность к Богу, верность к Богу. Для кого-то это есть внешний вид, и для них важно, чтобы правильно были одеты верующие люди и верующие священники. Для кого-то это кулинария, им нравится календарь постных дат, им нравятся все эти форматы питания, и они вот с удовольствием готовят из себя еду для своего семейства или прихода по уставу. Для кого-то это есть необходимость изучать писание, для кого-то есть необходимость служить, заниматься служениями, проповедью, руководством приходской жизни и так далее. Для каждого человека, короче, есть своя книга, есть свой журнал, есть своя заповедь, которая может быть не какое-то время жизни важной, основной, первоочередной, выполняя которую можно быть совершенно искренним поклонником небесного Бога, Бога Израилева. Но, дорогие братья и сестры, в Евангелии от Матфея есть рассуждение о том, какая же заповедь большая. В древнем мире пророки уже рассуждали о том, что является самым главным и второстепенным в этом изобилии правил. Равин рассуждали, Христос об этом рассуждает. И действительно выясняется, что иерархия есть. Есть нечто первостепенное, первоочередное, самое важное, а есть то, что вытекает из этого самого важного. И то, что вытекает, если забудет об этом важном, оно никакого значения не имеет. Оно бесполезное, оно просто элемент самолюбования, самовосхищения, самоправедности. И в разговоре о том, какая же заповедь является большая, Христос говорит, значит, есть две большие заповеди. И у них повторяется и там, и там один глагол, директива, приказание. Люби, ты должен любить. Первая заповедь, люби Бога всем своим сердцем, всей своей душою и всем своим разумением. То есть, пускай Бог окажется элементом твоей эмоциональной жизни, твоей рациональной, разумной жизни, пусти в Бога, в свое сердце и в свой ум, да. И во всем этом проявляется твоя любовь к Богу. Вторая заповедь, люби ближнего твоего, как самого себя. Но тут можно уточнить, что тут имеется в виду. Возможно, увидеть в окружающих тебя чужих людях, которые находятся в транспорте, около тебя стоят, прохожие, жители твоего подъезда, твои коллеги на работе, это чужие люди. Ты не знаешь даже, возможно, их имен. Увидь в них твоих близких, твоих ближних. И действуй по отношению к ним, как к своему ближнему, как к сыну, как к дочери, как к маме, как к папе, как к брату, как к сестре. Это очень хорошее правило для тех, кто работает в сфере обслуживания. Возможно, вы имеете дело с разного рода людьми, вы кого-то принимаете, вы, возможно, работаете в окошке, вы продавец, или вы какой-то консультант, или вы медсестра, либо вы врач-педиатр, либо вы чиновник, либо вы зауч, либо вы учители. Вот для вас это правило любви к другому, как к ближнему, а к ближнему, как к самого себе, такая должна быть любовь. Это заповедь для вас очень и очень актуальна. Так вот, дальше очень интересное замечание. Написано, слова Христа, на всех этих, на двух заповедях утверждаются или основываются закон и пророки. То есть, все это изобилие из сотен правил, постановлений, уставов, законов, заветов, заповедей основывается на двух этих самых таких вот сваях, на двух этих фундаментальных основах. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Но, если мы обратимся к языку оригинала, к греческому языку Евангелия от Матфея, то там глагол, который имеет другое значение. На всем этом висит, как какое-то паникадило, какая-то большая люстра, какой-то большой потолок. Все это изобилие усыновлений висит на двух канатах. И спускается с небес, и от самого Бога эти канаты называются, канат первый, люби Бога, канат второй, люби ближнего. Лишенные этих канатов, если мы забудем о том, что есть фундаментальные, удерживающие, такие вот благие канаты, то все, конечно же, это падает на человека и уничтожает его, потому что действительно прав был апостол Павел, все это исполнить невозможно. И думая, что мы, исполняя это, получаем спасение, мы заблуждаемся. Спасение, как написано апостол Павла, имеют другой механизм реализации в нашей жизни. Ну и последнее, вот размышление по поводу заповедей. Какие глаголы очень часто стоят рядом со словом заповедь? Ну вот, возможно, вы вспомните, да, это слово «соблюдать» или «исполнять». Это очень хорошее русское слово, показывающее то, что заповедь – какая-то теория, это какое-то умозрительное предписание, которое нуждается в реальном выражении, воплощении в реальной жизни. Мы исполняем заповедь, потому что мы ее реализуем в нашей жизни. Но в еврейском слове, в языке, точнее, языке Библии Ветхого Завета, слово, глагол «соблюдать», «исполнять», «заповедь» имеет другое, первостепенное значение. Глагол «шамар» переводится как «охранять», «сторожить». И вот, оказывается, какой-то есть враг или враги – это злые духовные силы, злые люди, порочные искусители, злые тенденции века сего, они пытаются у нас отнять, похитить эту заповедь, и долг верующего человека оказаться стражем, оказаться шомером этой заповеди, хранить заповедь, и этим сохранением исполнять ее. Наш разговор о заповедях закончим стихами из того же самого Псалма, которым мы начинали наш разговор. Псалом 118, стих 14 и далее. И так просит Давид, псалмопевец, у Бога следующего. «Путь с твоих заповедей для меня радость, словно огромное богатство. Я учу повеления твои, я взираю на пути твои, твои законы – радость для меня. Я не забываю слово твоего, окажи милость рабу твоему, и я буду жить и хранить слово твое». Дорогие братья и сестры, разговор о том, почему заповеди много завершен. Спасибо за ваше внимание. Не болейте. Помощником в нашем разговоре является портал exge.ru. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!